Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника «Время новостей» Минувшая неделя выдалась богатой на всякого рода происшествия. Так в понедельник стало известно, в Волгоградской области произошло крушение поезда номер 491 «Казань-Адлер». Локомотив столкнулся с КАМАЗом, который заглох на переезде. Согласно данным МЧС, России в результате столкновения пострадали 140 человек. Поисково-спасательные работы продолжались около суток. Напомню, ДТП произошло в понедельник на перегоне «Гремячая» Котельникова. Водитель грузовика хотел проскочить переезд перед приближающимся составом. В результате 8 вагонов пассажирского поезда «Казань-Адлер» сошли с рельсов. Всего в поезде ехало более 800 человек, госпитализировали в свыше 50, в том числе детей. Более 100 пассажиров получили ссадины и ушибы. На месте происшествия работали 324 спасателя и 109 единиц техники. Спасатели доставили багаж пассажиров до станции Котельники, его вернут владельцам. Об этом сообщает пресс-служба федерального МЧС. Напомню, в поезде «Казань-Адлер» ехали дети из Сочи. Ребята возвращались с конкурса. Все живы после аварии, их разместили в детском саду города Котельникова. А теперь о громкой истории с задержанием на курорте кладбищенской мафии. В пятницу она получила продолжение. Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия и принял решение о мере пресечения для бывшего советника мэра по финансово-экономическим вопросам, которого обвиняют в крупных взятках. Его заключили под стражу на два месяца. А вот с чего все началось. В четверг стало известно, что серия задержаний прошла в Сочи в рамках расследования по делу о продаже мест на кладбище. В результате была раскрыта преступная схема. Ключевым фигурантом оказался Родион Пищур и шесть его подельников, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой. По версии следствия, советник мэра Сочи, зная, что места для захоронения на кладбищах предоставляются безвозмездно, решил получать за это незаконное вознаграждение. Он создал организационную группу. Согласно распределенным ролям, злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. По предварительным данным, ежемесячный доход организационной группы составлял от 10 до 15 миллионов рублей, которые соучастники распределяли между собой. По 25 адресам в Сочи, местам жительства подозреваемых и связанных с ними лиц, а также в офисах проведены обыски, в ходе которых следователями изъято более 15 миллионов рублей, а также денежные средства в иностранной валюте, документы и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. И вновь на этой неделе в сводки происшествий попали водители автобусов. В четверг на остановке театральной между двумя из них произошел конфликт. Не обошлось без ножа. Все это на глазах пассажиров. И уже в пятницу Буянов задержала полиция. Их поместили в камеру и устроили проверку. И это через несколько дней после смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Сочи. В понедельник стало известно, что по его факту завели уголовное дело. Напомню, авария произошла на автодороге Адлер-Красная Поляна. Предварительно установлено, что маршрутный автобус номер 535-Э, двигавшийся в сторону поселка Красная Поляна, столкнулся с погрузчиком. Водитель автобуса, совершая обгон, выехал на встречную полосу, в то время как водитель погрузчика начал поворот налево, что и привело к столкновению. Пять пассажиров автобуса и водитель погрузчика были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 8-летний ребенок скончался в больнице. Его отец находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь. Следственным отделом по Адлерскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Интересная статистика по ДТП в Сочи появилась на информлентах в конце недели. Кстати, теперь ее будут показывать на электронных табло, расположенных на федеральных трассах. Страшные цифры смогут увидеть туристы, направляющиеся на курорт. Это должно заставить водителей лишний раз задуматься о последствиях правонарушений. Общее количество дорожно-транспортных происшествий на подведомственных ФКО «Черноморье» трассах в 2024 году в целом соответствует показателям прошлого года. Однако число ДТП с тяжелыми последствиями, включающими гибель людей, резко выросло, отметили в пресс-службе ведомства. Наиболее острая ситуация с начала года наблюдается на федеральных трассах А-147, Джубга-Сочи и обоих направлениях трассы А-149, Адлер-Красная Поляна. Так, с 1 января по 30 июля на А-147 зарегистрировано 1391 ДТП, в которых погибло 17 и ранено 192 человека. На обеих А-149 произошло 114 ДТП, в которых погибло 4 и ранено 53 человека. Количество погибших в сравнении с 2023 годом увеличилось примерно на 40%, в более чем 60% случаев причина – грубые нарушения правил дорожного движения. Три основные группы нарушений – это столкновения, в том числе связанные с выездом на встречную полосу движения, съезд с дороги, часто со столкновением с препятствием, и нарушения с участием пешеходов, в том числе на средствах индивидуальной мобильности. Как отметили специалисты ФКО Черноморья, по-прежнему главной причиной всех смертельных аварий является крайне низкая культура водителей и грубейшие нарушения правил дорожного движения. А тем временем горожане обеспокоены разрушением опор эстакады, соединяющей Сочи и Красную Поляну. Она расположена между центром Адлера и аэропортом. По мнению горожан, одна из несущих конструкций пришла в негодность и рискует разрушиться, о чем свидетельствуют многочисленные трещины на поверхности опоры. Съемочная группа «Сочи-24» выяснила, есть ли место опасения тех, кто ежедневно ездит по этой дороге. Эту дорогу, расположенную между центром Адлера и аэропортом Сочи, хорошо знают не только местные, но и тысячи туристов. Она поднимается с одного берега Мзымты в районе железнодорожного вокзала и спускается на другом. Именно по ней с ветерком можно добраться из Сочи в Красную Поляну. Это так называемое «олимпийское наследие». Строительство совмещенной с железной дорогой автомобильной трассы А149 стало одним из самых дорогих проектов, реализованных в Сочи к началу Олимпиады 2014 года. И вот в начале июля в СМИ появилась тревожная информация о том, что одна из опор покрылась опасными трещинами в бетоне. Они якобы могут привести к быстрому разрушению конструкции. Первые, с кем мы об этом пообщались, стали водители, которые ежедневно ездят по этой дороге. «Понимаете, они всегда бетонные, монолит и это самое. Может просто трещина идти, вот как видите, вот здесь вот она. Вот похожая, да, на такую? Это может просто вот это покрытие тут может трескаться. То есть вы считаете, что это не такое, не масштабное, да, какое-то? Да, я думаю, потому что я думаю, тут монолит, бетон должен быть хорошим. Не обращал даже внимания, ни места не видел. А как вы считаете, вообще, в принципе, чисто гипотетически, это опасно? Конечно, опасно». Опасно ли это и насколько? С таким вопросом мы обратились в филиал РЖД, в службу корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. И вот каков ответ. «В феврале 2015 года строительной организации в рамках гарантийных обязательств выполнили ремонт опор, о которых идёт речь в вашем запросе. Результаты проведения осмотра показывают, что конструкция опор находится в рабочем состоянии и обеспечивает безопасный пропуск поездов. Что касается трещин в бетонном защитном покрытии оголовков опор, то они устраняются в рамках текущего содержания объекта и не несут угрозы безопасности движения». Так что угрозы разрушения конструкции нет. Эстакада может спокойно эксплуатироваться, а жители и гости курорта не беспокоятся о её состоянии. Юлия Жукова, Валерия Асачия, Дмитрий Петри. Время новостей. В то время как одни районы Сочи испытывают нехватку питьевой воды, в других она течёт ручьём по дороге. К примеру, как на улице Следопытов в микрорайоне Раздольное. Попытки местных жителей обратиться в водоканал, чтобы остановить утечку, успехом не увенчались. Почему? Съёмочная группа Сочи 24 выехала на место, чтобы разобраться в ситуации. Пока в других частях города сочинцы выстраиваются в очереди у водовозов, чтобы набрать хоть немного воды, чтобы пить, есть, готовить еду, то здесь в никуда утекают кубометры. Как говорят эксперты, при неисправности крана самой тоненькой струйкой воды за сутки может быть потеряно 150 литров чистой питьевой воды. Настоящее богатство для летнего Сочи, когда полгорода через день остаётся без воды. По словам местных жителей, этот ручей они наблюдают регулярно. Тут постоянно. То там рвётся, то здесь рвётся. Я спустился вниз к колодцу, где перекрывается. А там вода вообще бурлит. Но там бурлит вода уже, наверное, второй месяц. Идёт большая утечка, но никому нет дела. Горожане обращались в аварийную службу, но в ответ услышали лишь то, что вопрос находится на контроле, и диспетчеры видят все заявки. Но пока диспетчеры любуются заявками, утечек всё больше. Сейчас их на улице следопытов уже три. Спустившись немного ниже, можно увидеть самую крупную. Питьевая вода, щедро орошающая дорогу на улице следопытов, затекает и во дворы жилых домов. Улицу отремонтировали недавно. Уже из-за утечки воды всё здесь поразбивалось. Там вообще у нас уже дыры. Когда мы пишем в чат водоканала, в телеграм-канале, что-то не то, они нас всех блокируют. Есть жители, которых давным-давно заблокировали. Курьёз ситуации в том, что и сами жители улицы следопытов всё чаще видят воду на дороге, не в кране. Перебои случаются с завидным постоянством. Последний произошёл несколько дней назад. В прошлый раз месяц назад была аварийная ситуация аналогичная. Приезжала машина и бесплатно обеспечивали водой близлежащих жителей. В этот раз не было, конечно, ничего. Ну, наверное, потому что аварийная ситуация. Чтобы выяснить, чей ручей струится по улице следопытов и дразнит горожан в засушливое лето, мы обратились в водоканал и получили такой ответ. Каких-либо коммуникаций, пролегающих в данном районе и состоящих на балансе МУП города Сочи водоканал, нет. Утечка зафиксирована на частных сетях. Вопросы по их содержанию, а также устранению на них нештатных ситуаций любого рода, лежат в исключительной зоне ответственности их собственников. Местные жители считают такой ответ очередной отпиской. Если сети не принадлежат водоканалу, то у них наверняка существует некий частный владелец, скорее всего, очень богатый человек. Ведь ему приходится ежемесячно оплачивать кругленькие суммы своего кармана за щедрый полив улицы следопытов. Впрочем, в водоканале также отметили, что если местные жители напишут коллективное обращение по поводу утечек, то на место сможет выехать специальная комиссия для обследования. В свою очередь, Сочи-24 будет наблюдать за тем, чем же закончится эта история и вернется к теме в одном из последующих выпусков. В конце недели в Краснодарском крае, равно как и в Сочи, продлили штормовое предупреждение по пожароопасности. В МЧС России напомнили, особый режим введен на территории всех муниципальных образований. В период действия этого режима категорически запрещено разводить костры на природе и приусадебных участках. Также устанавливаются запреты на посещение природных территорий. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При обнаружении природного пожара необходимо сообщить об этом по номерам 01, 101 или 112. Зачастую источником пожаров становятся и бытовые причины. К примеру, неправильное пользование баллонным газом, который многие привозят на дачи летом. Более подробно о том, какие ошибки при этом могут привести к трагедии, мы расскажем во второй части выпуска. И вот, что вы еще увидите. Безопасность Сочи во время катаклизмов обсудили глава МЧС России и губернатор края. Как будут защищать курорт от непогоды? Осторожно, поддельный цемент. Строительный рынок на юге захлестнула волна фальсификата. Как обнаружить подделку? На месте лужайки – ларьки. Жители Мацесты недоумевают, кто разрешил стройку в сквере. Мы получили ответ в мэрии. Уникальные кадры. В Кавказском заповеднике начался летний учет зубров. Каковы особенности наблюдений? Жаркий или дождливый? Каким будет август в Сочи? И насколько комфортным окажется купальный сезон? Сейчас вас ждет небольшая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Решение деликатных проблем интимной сферы в клинике Зельцер Мед. Уролог, проктолог и гинеколог всегда предложат наилучший вариант лечения с традиционным качеством, используя самые современные технологии. За здоровьем в Зельцер Мед. Лето. Солнце. Дамат Твин. Новая летняя коллекция – это стиль и комфорт в каждом образе. Дамат Твин. Самовыражайся стильно. Клиника Уропро. Восстановим ваше урологическое здоровье. 4 августа. Зимний театр. Группа «Кватро». Лучшие хиты. Билеты во всех кассах города. Офтальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр офтальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделение. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. 6 августа в Зимнем театре Роман Маякин, Татьяна Арнгольц и Сергей Перегудов в спектакле «Близость». Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. «Русское лето». Сопрона турецкого в Сочи. 7 августа. Концертный зал фестивальный. Начало в 20.00. Не пропустите. Сопрано турецкого. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 0+. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРАПРО. 300.04.79. 5 августа в Зимнем театре Московский классический театр представляет спектакль «Мастер и Маргарита». Легендарная классика в новом свете. Сочинский государственный университет осуществляет прием студентов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и специальности среднего профессионального образования в колледж. Сроки и условия подачи документов можно узнать по телефону. 8 800 200 77 10. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий – бесплатно. Открытый институт аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org В эфире итоги в студии Алла Матюханова, и мы продолжаем. Глава МЧС России Александр Куренков на этой неделе посетил Сочи. Вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым он посмотрел прибрежную зону Сочи и обсудил усиление ее безопасности во время залповых дождей, паводков и других катаклизмов. В момент потопления возникает угроза для железной дороги, а это одна из главных артерий, которой пользуются как местные жители, так и туристы. Участок протяженностью 627 метров состоит из участка РЖД, выделенный на карте желтым цветом, который включает в себя 17 бун. И 14 участков муниципальных, которые отмечены на карте синим цветом. Это план по берега укреплению прибрежной части Сочи. Вопрос о строительстве новых и современных защитных сооружений назрел давно. Стихия не раз блокировала работу автомобильной и железной дорог. А это главные артерии, по которым жители и гости края попадают в один из крупнейших курортов региона. Таким же способом люди добираются до аэропорта, что еще больше увеличивает пассажиропоток. На месте глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вениамин Кондратьев обсуждают безопасность во время паводков, залповых дождей и других катаклизмов. Министр предлагает сделать новое берегоукрепление, которое защитит ЖД-полотно со стороны моря. В случае ухудшения погодных условий это позволит не останавливать движение поездов и машин. Я очень надеюсь, что и берегоукрепление нам поможет, и удлинение этих бунт. Здесь еще важно, какие глубины внизу. Я вам очень благодарен, во-первых, за то, что вы знаете тонкие места сегодня в Сочи. А Сочи – это курорт всей страны. И, конечно, сегодня мы должны сделать все, что когда будет паводок, а он все равно происходит. И не важно, какая причина – смерч, либо осадки обильные. Конечно, под угрозой, в первую очередь, автомобильная дорога и железнодорожная. Конечно, нам надо сделать максимально берегоукрепительную полость, для того, чтобы в случае обильных осадков, вот эта железнодорожная полоса, конечно, оставалась в рабочем стоянии. И мы не перекрывали железнодорожное движение, как автомобильное, только потому, что, конечно, это в целом останавливает город, ну, конечно, и подъезд в целом в Сочи. А железнодорожная полоса, она в том числе является и пригородным средством сообщения пассажирским. Поэтому, конечно, нам важно, чтобы она всегда была в строю. Со смотровой площадки лучше видно фронт работ, поэтому делегация поднимается выше. Стихия может бушевать не только летом, но и весной, осенью. А курорт круглогодичный. В любое время года при остановках главных артерий будет совсем не кстати. Здесь и при штормовой нагрузке то же самое. Если будет до 6 баллов, здесь нередко такие шторма бывают осенью. Здесь есть эпизод вымывания, и он возможен. Поэтому само по себе мы видим, в каком сейчас состоянии есть чем заняться. Поэтому довести до состояния должного просто необходимо. Я согласен. Детально обсуждают безопасность в период подтоплений на совещании. Но прежде чем перейти к основной теме повестки, глава региона благодарит сотрудников МЧС страны за содействие в ликвидации ЧАЭС в урочище «Сухая щель» под Новороссийском. Благодаря слаженной оперативной работе удалось остановить лесной пожар. Позвольте все-таки благодарить вас за очень оперативную, очень слаженную работу и результативную работу при тушении недавнего пожара в управлении ЧАЭС в урочище «Сухая щель». Я только благодаря и вашему решению, и в целом слаженной работе вашей команды. Конечно, там были коллеги из краевых спасательных служб и волонтеры, безусловно. Но тем не менее в авангарде успеха были сотрудники МЧС. И особенно самолет, который ночью прибыл в Ил-76, и благодаря действиям, в том числе и летчиков, ну и, конечно, еще раз подчеркиваю, оперативности вашего решения, которое нам позволило избежать большой беды. Безопасность жителей должна обеспечиваться на высоком уровне в любое время, говорит Вениамин Кондратьев. Сочи ежегодно принимает больше 7,5 миллионов гостей. Необходимо работать слаженно, оперативно и в первую очередь на предупреждение. У нас край большой, тем не менее край курортный. Сейчас очень много отдыхающих находится в Сочи. И, конечно, наша задача сделать так, чтобы они здесь отдохнули, получили эмоции положительные. Это важно для этого, потому что ситуация, которая в крае происходит, в том числе с пожарами и где-то с ливнями, она должна находиться в постоянном контроле. Я хочу сказать, что сегодня мы держим руку на пульсе. Да, погоду предсказать невозможно, но тем не менее мы должны быть готовы к любому сценарию. У нас в Сочи находятся три филиала краевой аварийно-спасательной службы. Это тоже очень важно, потому что в Сочи у нас сегодня огромный курорт, на самом деле, в рамках страны. Это огромная зона ответственности. И, по большому счету, мы должны быть готовы, еще раз подчеркиваю, к любому сценарию, который нам преподнесет погода. Для того, чтобы купировать последствия и максимально избежать жертв. Поэтому все действия должны быть в свое время совершены. Все предложенные проекты пойдут в разработку в профильным ведомствам, а совместная работа только усилит и ускорит их реализацию. Какие же темы еще были на поверхности? Ну, например, не осталась незамеченная кампания по поиску нелегальной продукции в строительных магазинах Сочи. Оказывается, рынок цемента на юге захлестнула волна фальсификата. Чтобы пресечь его возможное попадание на прилавки с руководителями и продавцами торговых точек, встречаются представители администрации. Не так давно такая группа работала в Адлерском районе. Там специалисты побывали в 12 магазинах, где продают цемент. Убедиться, что стройматериал на прилавке подлинный, можно, изучив надписи на упаковке. Ну вот мы видим, да, тарированный цемент. Давайте сейчас посмотрим. Считаем его штрих-код. Очень важно обращать внимание именно на упаковку, на наличие штрих-кодов, на маркировку, на ГОСТ указанный. В случае, если возникает подозрение, что данный продукт, мы говорим о цементе, не соответствует качеству, то необходимо, конечно, в первую очередь обращаться на телефон горячей линии департамента. Если, конечно, у нас возникнут вопросы качества, то непосредственно мы свяжемся уже с заводом-изготовителем, и те нам, в свою очередь, дадут более подробную информацию. Есть ли в их списках контрагентов те, кто реализует цементную продукцию. Владельцы магазинов утверждают, что и сами, в первую очередь, заинтересованы, чтобы на их полках был только качественный товар. Поэтому тщательно выбирают поставщиков. Сертифицированные качества гарантированы, поэтому берем только цемент хорошего качества. В Сочи востребован в основном марки М500, хасованная, то есть по мешкам 25 килограмм. Осенью, весной, зимой цемент уже более-менее востребован, так скажем, поддонами. Кстати, даже строители говорят, на первый взгляд отличить заводской товар от цемента кустарного производства сложно. Обычный покупатель поймет ошибку слишком поздно. Использование фальсификата на стройке может угрожать жизни. Цемент, как известно, обеспечивает прочность, а следовательно, безопасность любого строения. Если стандарты его производства не соблюдены, бетонная конструкция может растрескаться, а строение будет признано аварийным. В регионе даже создана специальная межведомственная комиссия, задача которой убрать некачественный цемент с полок магазинов. В рамках выполнения протокола комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции данные мероприятия проводятся совместно с УВД и внутригородскими районами администрации города Сочи. В случае выявления фактов отсутствия QR-кодов на продукции, которые представлены к реализации, а также сомнительного качества самой цементной продукции, мы рекомендуем обратиться на горячую линию нашего департамента. Звонки с сообщениями от покупателей примут и в дежурной части УВД. Цемента, который производят в регионе заводы, достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех стройплощадок в крае. Что еще волновало горожан? К примеру, жители микрорайона Мацеста были обеспокоены тем, что происходит на не так давно благоустроенной набережной реки. На зеленой зоне, за организацию которой они лично голосовали, вдруг началось активное строительство неких павильонов. Кто их строит и для чего? Ответы на эти вопросы искала съемочная группа «Сочи-24». Вот такой ролик сняли местные жители, гуляя с камерой по Мацестинской набережной. Автор сообщает, что этот уголок стал излюбленным и для горожан, и для гостей курорта. Но, судя по выросшим в сквере павильонам, место приглянулось еще кому-то. Под этой плакучей ивой между этой площадкой была зеленая лужайка. И когда голосовали за это, создание этого места и благоустройство, одним из решений было то, что на территории сквера не будет никаких торговых точек. Вот такую Мацестинскую набережную застала наша съемочная группа. Здесь действительно есть место для проведения досуга и детей и взрослых. В павильонах построены новые детские площадки, экстрим-парк, на аллеях ранним утром хозяева выгуливают собак, а приверженцы здорового образа жизни занимаются спортом. Ландшафт дополняют различные зеленые насаждения. Неудивительно, что во время голосования за благоустройство этого уголка одним из условий было никаких торговых точек. Мы опросили прохожих, и выяснилось, что их мнение о том, нужны ли здесь павильоны, разошлись. Я считаю, что не нужны однозначно. Почему? Потому что они портят весь внешний вид парка. Мне они лично не мешают, не зрительно никак, потому что, будучи в таких местах, хотелось бы купить кофе, может, какой-нибудь перекус себе либо ребенку. Поэтому я считаю, что они здесь необходимы. Раньше не было таких ларьков, невозможно было купить ни кофе, ни воду, ничего. Поэтому я только за, чтобы они были. Наверное, не очень хорошо. Почему? Что бы вы хотели видеть на их месте? Что-нибудь более изящное. Чтобы не портило вид. Что-нибудь ажурное, более красивое, чем простые ларьки. Вон там стоят. Вот уже приятно с тесьми пойти, пройти, посидеть. Пока здесь негде. Пусть люди пользуются моментом. Что же из-за строения выросли на Мацестинской набережной? Ответ на этот вопрос мы получили в городской администрации. В связи с неоднократными обращениями граждан и туристов города Сочи в схему размещения нестационарных торговых объектов был включен павильон, расположенный на аллее Челтенхэма. На сегодняшний день проведен аукцион и выигран победитель, который разместит павильон до 2028 года. Как сообщили в мэрии, в павильоне будут продавать еду и напитки. Обращений местных жителей по вопросу законности размещения объекта в администрацию города не поступало. Но ее сотрудники намерены контролировать, насколько правильно будет расположена торговая точка. На этой неделе в Сочи теплоэнерго отчитались. Сочи продолжает готовить к отопительному сезону. Ремонт котельных идет по графику. К началу августа выполнены 70% всех запланированных работ. Дальнейший план действий обсудили на выездном совещании, которое провел глава Сочи Андрей Прошунин. Коммунальщики, руководители департаментов администрации встретились в котельной номер 17. В микрорайоне Мацеста. Генеральный директор Сочи теплоэнерго Александр Мацкиев рассказал мэру, что в этой котельной провели ремонт, после чего ее энергоэффективность увеличилась на 20%. Эта котельная обеспечивает 38 многоквартирных домов, 3 социальных объекта, поликлиника, школа, детский сад и 6 юридических лес. Демонтировали мы зимой паровой котел. Сейчас мы будем продолжать в этом году, чтобы закончить полностью, демонтировать второй паровой котел. Дальше пойдет демонтаж паровых теплообменников. Вопрос сразу. Эксплуатация данного объекта в части оборудования импортного производства или все-таки уже здесь стоят наши? Уже наши. Андрей Прошунин подчеркнул, что при модернизации важно подбирать оборудование, произведенное в России, чтобы не было проблем с обслуживанием. И поручил держать на контроле получение паспортов готовности котельных к отопительному сезону. Их в Сочи 83. Плановый ремонт прошел в 55 из них. Проведены гидравлические испытания на участках теплосетей протяженностью в 270 километров. Кроме того, до старта отопительного сезона еще четыре котельные курорта переведут с угля на газ. До 1 октября все работы должны быть завершены. А теперь мы возвращаемся к ранее заявленной теме. На курорте объявлено штормовое предупреждение по пожароопасности. В МЧС напоминают, что к пожару может привести в том числе и неправильное использование газовых баллонов. Многие привозят их летом на дачи. Что надо знать, чтобы избежать трагедии? Об этом говорили в студии программы подробно. И вот лишь один из фрагментов. Требования к газовому оборудованию, в частности газовым баллонам, у нас такое. Газовые баллоны должны храниться на улице, в металлическом ящике, в количестве не более двух. Металлический ящик должен иметь вентилируемые отверстия. Надпись должна быть «Огнеопасно. Газ». И на расстоянии от входной двери не менее пяти метров. Ну вот бывают такие случаи, когда газовые баллоны взрываются непосредственно в доме. Что на это влияет? Конечно же влияет эта жаркая погода, температура. Своевременно не проведение технического осмотра газовых баллонов. А что касается электропроводки, какой должна быть изоляция проводов? Ну вы знаете, однозначно по характерным признакам проводов, изоляция должна быть целая. Провода, конечно же, нужно менять алюминиевые на медные. Как часто бывает у нас в квартирах, уходя, соответственно, электроприборы нужно обестачивать. И даже электрочайник должен иметь устройство тепловой защиты. Напомню, полную версию программы подробно вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале и на сайте sochi24.tv. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». Ну а в Кавказском биосферном заповеднике начали считать зубров. Это самый крупный из представителей местной фауны. Специалисты используют современные технологии, размещая фотоловушки в местах обитания животного. Такой подход позволяет не только точно подсчитать поголовье, но и запечатлеть уникальные кадры. Учет зубра проводится два раза в год. Зимой копытных считают на горных хребтах и склона в ходе вертолетного облета. А уже летом научные сотрудники и волонтеры прокладывают маршруты к основным местам обитания животного самостоятельно, преодолевая пешком сложные природные ландшафты. В течение пяти дней группа обследует определенный участок, ведет учет численности зубра, данные заносит в специальный журнал. Там же отмечаются все особенности ведения наблюдений. Какова численность стада, сколько зубрят сигалетков и сколько годовалых зубрят. Это и есть главная информация, ради которой ведется работа по наблюдению за уникальным животным миром-заповедником. По данным прошлогоднего учета, численность копытных достигла 1200 особей. А вот каким выводом ученые придут после подсчета в 2024 году, станет известно во второй половине августа. В Сочи зацвел родственник Агавы. Дазилерион злоколистный, растет в парке Южной культуры. Его возраст чуть менее 80 лет. Он настоящий старожил. Родина этого уникального растения – мексиканские северные штаты Чихуахуа и Дуранго. И там не просто любуются, чем необычен дазилерион, узнала моя коллега Валерия Асачия. Уникальность дазилериона в том, что он цветет лишь один раз в несколько лет. Так, в крайний раз такое событие наблюдалось порядка семи лет назад. И вот теперь, в мае этого года, он вновь порадовал жителей и гостей курорта своими ванильными цветами. Любоваться цветением можно будет еще целый месяц. Дазилерион не завянет до самой осени. Растение достаточно теплолюбивое и под лучами яркого солнца чувствует себя комфортно. Климатические условия для него подходят. Морозостокость до минус 8, минус примерно 10 градусов у него. Экземпляров немного. Знаю, что есть в сочинском ветераре, но они достаточно молодые. Взрослым растение уже считается, когда ему наступает 15-й год жизни. То есть тогда она приблизительно начинает свистеть. Дазилерион, растущему в южных культурах, более 70 лет. Достаточно почтенный возраст. На сегодняшний день это единственный экземпляр в парке. По соседству его родственники – растения из того же семейства спаржевых. Дазилерион нередко называют кузеном агавы, которая встречается на юге чаще. Когда можно будет увидеть следующее цветение дазилериона, предугадать невозможно. Известно лишь, что это очень редкое явление. Тысячи лет назад жители древних общин использовали растения в основном в пищу. Они жарили сердцевину и делали своеобразную пасту, которую можно было хранить и которая служила хорошим источником углеводов. Индейский народ Траумара использовал дазилерион для изготовления посуды, корзин и различных изделий, а также в медицинских целях, благодаря его антибиотическим свойствам. И такое уникальное растение сегодня можно увидеть на Черноморском побережье в парке «Южные культуры». Валерия Асачи, Дмитрий Говорков. Время новостей. Эта неделя стала пограничной. Июль плавно передал эстафету августу. Температуры воды и воздуха сравнялись. Черное море у берегов Сочи в первый день августа прогрелось до 28 градусов. Как заявили в прогностическом центре метео, последний месяц лета не будет прохладным. Жаркий июль передает эстафету очень теплому августу. Так, температура в ближайшую пятидневку будет держаться в Сочи в пределах 30 градусов. Потом до курорта доберется облачность. В последующие дни столбик термометра будет колебаться от 24 до 29 градусов. Будет место и дождям, но кратковременным. Не исключает в прогностическом центре появление у берегов Сочи смерчей. Купальный сезон продолжится при комфортной температуре воды на побережье. Сейчас она составляет плюс 28 градусов. Приблизительно через неделю пойдет вниз. И на этом у меня все. Какими будут следующие семь дней, покажет время и Сочи 24 в итогах недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин